Христос воскресе! Дорогие христиане, не забудьте главное евангельское сегодняшнее чтение, потому что это главное. И должен сказать, что все беды мира обрушиваются на нас за забвение путей Божьих и знаний от Бога данных нам, откровений Господних. За наше невнимательное, за преступное попрание Божьих заповедей на людей обрушивается справедливый гнев. Нельзя об этом не говорить, нельзя молчать об этом во дне мира, когда все тихо и спокойно нужно предупреждать людей. Не просите себе черного неба, не просите себе каменной земли, не просите себе наказания от Бога. Исполняйте заповеди. Надо звать людей к исполнению заповедей. Но, как вы слышали, мы сегодня специально читали шестую главу пророчества Еремии, где Господь говорит, у них ухо необрезанное, они не слышат. Я сказал им, они говорят, не пойдем. Я кричу им, говорю, трубу кустам твоим, труби, чтобы они собрались, начали исполнять волю Божию, мы не будем. И поэтому дальше, если желаете, почитайте, приходит различного рода беды на человека за пренебрежение Божьей волей, за пренебрежение Божьими заповедями. Сейчас бесполезно звать к миру, об этом тоже пишется в шестой главе книги пророка Еремии. Говорит, врачуют рану народа моего легкомысленно. Говорят, мир, мир, а мира нет. Прямо там так и написано. Легкомысленно врачуют раны народа. Раньше надо было врачевать. И сегодня не поздно врачевать, но нужно в корень проблем зреть и выковыривать самые корешки беззакония, тех самых вавилонских младенцев. Слышали, поется Псалом 136? Блажен, дочь Вавилония, окаянная. Блажен, кто даст тебе то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Младенцы вавилонские – это начатки грехов. Начатки грехов. Их нужно давить, этих змеенышей, потому что потом они вырастают и превращаются в сатанизм. Например, человек, привыкший над всем смеяться, сначала смеется над соседом, потом над комедиклабом, потом над тем, что ниже пояса, потом над тем, потом над этим, а потом над небом, потом над Богом. Привыкший смеяться над всем, рано или поздно посмеется над святыней, неизбежно. А давить эту будущую беду, то будет потом беда, потом будет наказан за это, за свое вселенское смехотворство. Потому что ад назван всесмешливым. Ад хохочет, принимая каждого новую жертву. Ад любит веселиться. Небеса плачут, ад веселится. Так вот, чтобы человек не оказался в беде, нужно ему сказать, слушай, имей границы, имей страх, не смейся над всем подряд. Это значит разбить вавилонского младенца. Если человек думает, что можно все продать и все купить, но так верят люди, что все это только бабки, все можно купить и продать. Э, нет, брат. Если ты готов все продавать, то люди многие ничего не готовы, не готовы продавать совесть, честь, родину, жену, детей. Простите, если человек сегодня говорит, был мир и было тихо, он говорит, да все можно купить, это все бабки делают. Вот это змеёныш в нём говорит, это вавилонский младенец. Он сам должен понять это и задушить этого змеёныша в себе, потому что он в себе носит семя сатанинское. Это ложная мысль. Ложные мысли – это семя сатанинское. Оно потом вырастает, и ты его потом не вырвешь. Так что идёт духовная, серьёзная война. А с войны началось вообще очень много. Ангелы ведь воюют. Они же там не это самое, эти амурчики толстопопые, такие ренессансные, которых нам внушили представлять себе ангелов, какие-то такие амуровидные младенчики с крылышками. Всё по-другому. Они молниеносные, огневидные, и они дерутся. Первая война была в небе между ангелами сатаны, который вдруг возгордился и пожелал быть как Бог. А против него восстали те, которые совершат Бог выше всего. Кстати, вы знаете гимн Украины? Или, например, речёвку. Речёвку неонацистов. Ну там даже не неонацистов, даже те, которые послабее. Неонацисты – это просто люди, для которых в словаре нет слов. Но в этом позже. Они же говорят постоянно, что Украина понад усе. Как говорили, ну это над всем, превыше всего. Это то, что в германском языке, это калька с германской речёвки германской Deutschland über alles. Украина понад усе, то есть выше всего. Нет, ни одна страна не выше всего. Бог выше всех. Кстати, кадыровцы, храни их Бог. Вот вдруг оказались нежданные друзья. Ты нашего президента оскорбили. На нашу страну пошли. Они кричат сначала по-арабски «Слава Богу!» Ничто иное. Аллах Акбар – это «Слава Богу!» Просто «Аллилуйя» по-арабски. А потом «Слава России!» Сначала «Слава Богу!» Потом «Слава России!» И вы так думаете. Сначала Господь, потом всё остальное. И если человек долгие годы пел, что Украина понад усе, юбералис, выше всего, выше совести, выше мамы, выше церкви, выше Господа Иисуса Христа, простите, простите, я очень извиняюсь, но это даром не проходит. Господь сам вступится за себя. Он умеет наказывать разгордившихся. Там духовная война. Первая такая война была на небе. Михаил и ангелы его воевали с сатаной и ангелами его. Но одни не за себя, за Бога. Говорит, Господь свят, кто как Бог? Другие за себя, мы сами Боги. Война демонов была такая. Мы Боги. Нету Бога, мы Боги. А эти нет. Есть Бог, и мы за Бога. Вот первая война. И все наши войны – это повторение того, что было. Одни говорят, нет Богов, мы Боги, мы выше всего. Другие говорят, мы не хотим воевать. Но вы не правы. Есть Бог, Он выше всего. И мы за Бога. Вот тебе и война. Бой идет не ради славы, ради жизни на земле. К счастью, мы никого не ненавидим. И нам трудно представить, что есть люди, которые засыпают и просыпаются с ненавистью к нам. Что есть люди, мечтающие кататься по Красной площади на танках. Они просто бредят этой идеей. Есть люди, которые мечтают вешать нас на фонарях и говорят об этом. Они мечтают об этом. Вам трудно это представить, потому что вы не думаете так. Я так не думаю. Но они есть. Поэтому все очень серьезно. И мы все с вами мобилизованы, друзья мои. Мы все мобилизованы. На какой фронт, спросите меня. У меня нет военной специальности. Кто-нибудь скажет, я радист. Ну ты, у тебя есть военная специальность. А я там, скажем, механик-водитель какого-нибудь большегруза. Ну считай тягача военного. У меня есть военная специальность. И так далее. Скажут, у меня нет военной специальности. Мы все мобилизованы на информационном фронте. На информационном фронте все православные и христиане мобилизованы до одного человека. Вчера на панихиде в конце я говорил, вычистить Инстаграм, вычистить Телеграм, вычистить Фейсбук, вычистить Ютуб. От всего этого вонючего гнелома, с которым можно мириться в мирное время. На войне нельзя мириться с предателями. Когда все так серьезно, любая моська, залаявшая на слона, считается агентом Геббельса. Нельзя гавкать на страну, когда страна в беде. 18 глава Откровения Иоанна Богослова. Блудница, сидящая на водах, напоила весь мир яростным вином блудодеяния своего и правит всей вселенной. Воды эти сегодня конкретные. Вообще у блудницы всемирной, переходящая знамя, она то там сидит, то там сидит. Сегодня блудница конкретно сидит на гудзоне. И яростным вином своей лжи и блудодеяния напоила все народы. Боевой и бешеный пес ее, это наши братья в Украине. Их реально накачали наружием и идеологией. И они мечтают нас убивать. Они поют об этом песни с утра до вечера. И вот эта блудница, сидящая на гудзоне, она сделала их ударным кулаком против нас. Да, друзья мои, это не мы придумали. И если бы мы не поступали безответственно, как запоздалые миролюбцы, это все было бы у нас очень быстро, год-два не больше. Накачанная оружием, озверелая, порабощенная нацистской идеологией, это бедная страна, которая во всем, в корневом нам братья навек. А вот эта вот наслойка сверху помазанная, так сказать, это асфальтовое покрытие над Украиной. Кстати, асфальтовыми войсками называли войска СС. Вот это асфальтное покрытие над Украиной, над живой землей украинской, асфальтный слой. Это, конечно, лютый враг. Так, Иисусе, слава тебе. Вы даже не знаете, что бы с нами делали, если бы они зашли сюда. Поэтому вы считайте себя мобилизованными информационного фронта. Всю чушь из гаджетов вон. Все сюсю-мусю-сю, ха-ха-ха-ля-ля-ля, вон. Либо вы просто по телефону, знаете, кошерные телефоны. Звонок отослал, звонок принял. СМС отослал, СМС принял. Все, четыре функции. Еще можно орехи колоть, потому что он такой твердый и тяжелый. Все. Вот хороший телефон. Либо это в руки берите, либо все свои хитромудрые гаджеты вычищаете на предмет всякого дерьма, потому что не время в дерьмице ковыряться. Либо там у тебя живы в помощи Вышнего, Евангелие, Пророки, Апостол, служба, записи, аудио, все проповеди, поучения и так далее. Либо зачем он тебе нужен? Потому что блудница, сидящая на водах многих, это информационная война, ей ведется. Они думают, что можно бабками все победить. Позакрывать транзакции, свифты, небо, там, значит, такой бизнес придушить, потому что бизнес-то они покупали очень долгие годы. Деток наших в Лондон, пожалуйста, а потом чуть что хрясь, детки ваши в заложниках, вот тебе уже управляемый бизнес. Это все просто делается. Раньше не понимали? Мозга мала, что мы слишком не долезло. Не приходит через голову, придет через другие места, значит, такое. Это все их война. Запланомеренная, долгая, спланированная. Друзья мои, в информационном плане, будьте серьезны и внимательны. Это все, что от вас требуется. Потом у нас есть свои вооруженные силы, так сказать, ведь у нас у каждого в руках, дома, на полке лежит оружие, псалтирь святая. Когда к человеку подступает тревога за себя, за родных, или реальный страх за жизнь, или он понимает, что он зашел в глубокие, плотные, серьезные времена. Повторю вчерашнюю мысль, на Панихиде мы говорили, что есть в греческом слове два слова время. Четыре слова любовь, четыре слова народ, есть там толпа, политическое общество, есть там... Ну, это разно, у них очень глубокий язык. Есть два слова время. Есть время пошлое, хронос. Просто тик-тик-тик-тик-тик-тик, минута, тик-тик-тик-тик, час, тик-тик-тик-тик, два часа. Это хронос. А есть кайрос, времена. Времена сбытия пророчеств. В это время мир уплотняется, и год за день идет. Вот сейчас мы вошли в кайрос, мы вошли во время. Безбожник недоумевает, что случилось, почему? Почему я не могу полететь в Милан на распродажу? Что за дела? Почему я не могу полететь туда-то или туда-то? Закончился хронос, закончилось пошлое время, времена сжались, гармошка сжалась, времена сгустит, начался кайрос. Вот, собственно, для христианина и все. Молитва ваша. Слышали, о чем молится церковь в молитве к Архангелу Михаилу? О том, о чем и я говорю. Больше ни о чем. Архангел Михаил, это первый небесный воевод. Он знает, что все зло возникло от дьявола, от его гордости безумной, и гордость будет наказана. Это безмерная гордыня, восставшая на Господа. Там, где кто-то юбер-алис, там, где кто-то выше всех, там будет великое посрамление. Соломон сказал, и не ошибся. Придет гордость, придет и посрамление, а со смиренными мудрость. Поэтому нам, друзья мои, нужно смириться под крепкую руку Божию. Войны хочет только паразит и негодяй. Никто нормальной войны не хочет, и мы не хотим войны, никто не хочет. Президент наш хочет войны, Боже сохрани, никогда в жизни. Он так долго просил Запад, да поймите же мы, что мы такие же, как вы. Да мы что же люди, мы тоже хотим нормально жить, развиваться, строить, отдыхать, веселиться, там, рожать детей, тогда да поймите же мы, что мы не враги вам. Нет, у них свои планы. У них свои планы. И вот, друзья мои, мы тоже участники этой, так сказать, ну, неизбежной беды. Сегодня веселиться, сегодня очень, кстати, кто-нибудь захочет посмотреть, например, сегодня, этот самый, аншлаг, аншлаг. Ха-ха-ха-ха, Господи, эту пошлятину, давно нужно было метлой вычистить с телевизора, потому что это, это пошлятина даже в мирное время, в военное тем более. А Камеди Клаб сегодня кого-то развеселит? Нет. А что-нибудь еще вот такое, вот такое, из трусов достали, которое, такое ниже пояса, кому-то сейчас весело? Нет. Кровь пошла, кровь людская не водится, это все очень серьезные вещи. Нас сегодня спасают, реально. Если хотите, даже весь мир спасают, разрушают планы, далеко идущие, по превращению нашей любимой маленькой планеты в тотальное царство Антихриста. И если людям, Земли, еще дано пожить по-человечески, то это будет благодаря России. Вот хочешь или не хочешь, вот так получилось, мы этого не искали. Лучше, может быть, было бы жить в маленьком королевстве Монако, где-нибудь там 40 тысяч человек живет, как бы, значит, пить коктейль на пляже ни во что не вмешиваться. Может быть, было бы и лучше, но приятнее было бы точно. Но нам Бог дал быть русскими, нам Бог дал быть православными, нам Бог дал быть ответственными. И мы понимаем, я понимаю сегодня, я с вами делюсь, что если мир еще немножко поживет по-человечески, а не превратится в одну сатанинскую деревню, над которой на багряном звере пляшет голая женщина, вавилонская блудница, с чашей мерзости в одной руке и с кровью святых в другой, если мир еще не превратится вот в это паскудство, которое предсказано Иоанном, то он пока не превратится в это только благодаря русскому оружию и православной вере. Вот так, друзья. Заворачивать бумажки уже поздно, все очень серьезно. От вас молитва и информационная трезвость. Не бдительность, нет, мы шпионов не ловим, у нас нет шпиономаний, мы никого, кроме дьявола, врагом не считаем, кроме дьявола и тех, в ком дьявол поселился. Все. Молиться нужно много, заставлять вас никто уже больше не будет. И опять-таки повторяю еще все, что я вчера утром говорил, что если я или другой батюшка, или другой епископ, или какой-нибудь монастырский старец, там, понимаешь, чуть на коленке становился, ну люди, ну ходите же вы на службу, ну люди, ну поститесь же, пожалуйста, ну люди, ну пожалуйста, ну не смотрите же вы этот дурной телевизор, ну люди, ну будьте хоть немножко христианами, то сейчас мы вас не будем больше уговаривать. Вас Бог уговорит сам, в одну секунду причем. То, что мы говорили годами, вам Господь Бог в мозги вложит в одну секунду. А когда будет страшно, сами схватитесь за псалтирь, сами потушьте телевизор, и сами колбасу со стола уберете. Кстати, колбасу со стола убираем сегодня вечером, и завтрашнего утра мы уже не едим мясного, не едим мясного. Поклоны земные кладите. За наших убитых воинов да примет Бог их в Царство Небесное. За наших ныне воюющих воинов да укрепит их Господь и Михаил Архангел да пойдет перед ними. И чтобы дрожали козь, не только плоть на костях, но сами кости, чтобы страх в кости вселился, как написано в Библии. В кости, чтобы страх вселился в нацистов. В нацистов. А чего пошли эти самые наши из Кавказа, батальон Восток туда? Потому что это нацисты. не враги всего человеческого. Одной из первых целей наших точечных вооружений был Центр психологической войны, информационно-психологической войны, который создали американцы на территории нашей соседней, бывшей и будущей братской страны. Бывшей братской и будущей братской страны создали американцы. Центр психологической войны был уничтожен в первые часы точечных ударов. С этих пор в Москве исчезли телефонные мошенники. Вы понимаете, о чем речь? С кем мы имеем дело? Больше бабушек на деньги не разводят. Вашу карточку заблокировали, воры на вашу карточку кредит оформляют. Быстренько-быстренько пересылайте деньги вот сюда, мы с Вадимом из КГБ, из ФСБ, с банком. Сколько этого мошенничества было последнего месяца, оно просто валом валило. Как только был разбомблен центр психологической войны в Украине, причем наши даже СМИ, они довольно деревянные, наши СМИ деревянные, наши телеграмм воюют, СМИ у нас деревянные, не догоняют военного времени. Они все хихикают, хахакают и там зализанную информацию преподают. Ну ладно, даже эти наши СМИ, официальные, которые тоже должны поменяться, они говорили, что кончики всех этих махинаций уходят в Украину. Обманули это, обманули это, потом информация о минировании школы, информация о минировании вокзала, информация о минировании стадиона. Концы этих телефонных минирований и телефонных мошенников уходят в Украину, мы их отследить не можем, они там, меняют там эти всякие адреса электронные, переходят, так вот, друзья мои, как только был уничтожен в пыль информационный центр психологической войны, американский на Украине, тут же в России исчезли телефонные террористы и телефонные мошенники. Вы понимаете, с кем мы имеем дело? Что война давно идет со старухами нашими, с пенсионерками идет, со школами нашими. И когда у нас какой-нибудь там сумасшедший юноша там с винтовкой бегает по школе, как бы потом, то тут же шквал одобрения, как бы информационного сопровождения и фейков на эту тему идет оттуда, с центров психологической войны. Поймите, пожалуйста, что вскрылся страшный гнайник, и просто мазать его йодом было уже поздно, а еще залепить его какой-нибудь там лейкопластырем каким-то было еще губительнее. Страшный гнайник вскрылся, война давно шла, но мы люди добрые и простые, мы даже не знали об этом. Кто знал, тут молодец, кто не знал, тут просто простой человек. А теперь об этом должны знать все. Они воевали первые, Одессу им никто не забудет, и все остальное не забудут тоже. Трупы, которые на Луганске выкапывают с отрубленными руками, и выбранными ложкой глазами. Это задокументированные вещи, сейчас будет работать Следовательный комитет. Фашисты делали все то, что делали те фашисты, и даже больше делали, с удовольствием делали. А банки консервные с надписью, там, Луганец фаршированный в сметане, видели? Они ели это. А колорадов жареных в ресторане новые блюда придумывали, жареный колорад после Одессы. И они покупали это, и ели это. И фотографировались на фоне сожженных людей, простых баб, простых пацанов, безоружных. Они сделали это. А другие промолчали. Те, кто молчал тогда, пусть и сейчас молчит. Если вы тогда молчали, есть вот такие миролюбцы такие, ну и сейчас молчите. Если вы говорили против того тогда, сейчас говорите, у вас есть право и власть. Короче, серьезные вещи они натворили. Очень серьезные. И если бы сей гнойник не вскрыть, то вся вселенная наполнилась бы страшным трупным ядом. Но он уже вскрыт. А мы на информационной войне. Псалтирь в руки и на войну. Наша война не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных, начальников, властей и всех придержителей этих, тьмы века сего. Псалтирь в руки. Это наше оружие. Псалтирь в руки. Благословение Господне на вас. Того благодатью человека любим всегда, ныне и пресно. И во веки веков.